Всем привет! Тут у нас идет строительство. Муж тут что-то макалачит. Реконструкция. Похоже прям на кунсткамеру какую-то для заключенных, чтобы никто не сбежал. Это очень нужная вещь. Чуть позже вы узнаете, что это такое будет. А пока не будем мешать творческому процессу. Такое чувство, что мы тут какую-то чупакабру пытаемся посадить в эту коробку, чтобы она не прогрызла пластиковый ящик. Поэтому изнутри толстым железом. Ну... Каким толстым железом? Тоненькой сеточкой. Ничего себе, я ее согнуть не могу. Значит, не тоненькая. Тебе не положено. Все, так что ждем, посмотрим, что здесь получится. И какую чупакабру мы сюда посадим. Ни одну. Ни одну. У нас есть чупакабры. И они здесь будут сидеть. Ну вот. Муж добавил комфорта в эту клеточку. Вот с такими вот пружинными замочками. Так. Кружечка для воды. Мисочка для еды. Все закреплено, что я даже собственной силой не могу сдвинуть. А уж животные, которые будут здесь, со своими вандальными наклонностями, вообще ничего сделать не смогут. Осталось добавить уюта. Ну, то есть, постелить соломки. И что? Для кого? Для кого это все? Сейчас вы узнаете. И все вот эти приготовления у нас для кого? Для кроликов. Да. В этой клетке будут кролики. Не просто кролики, а две крольчихи. Нет, мы не сошли с ума. У нас кролики не будут на постоянке жить в этой клеточке. Клеточка размером 40 на 60. Да, зайчики? Девчулечки. Они поедут, поедут кататься. Далеко-далеко. Вот такое вот у нас авантюрное путешествие наметилось, что наши кролики поедут в Самарскую область. Я не знаю, муж, хорошо, что он сейчас не присутствует при съемках, но он бы очень сильно ворчал. Сказал бы, ох уж эти девушки, ох уж эти девушки. А знаете, кто эти девушки? Ну, это я и Марина Агудова, канал Марина Агудова. Я не знаю, как у нас так получилось, что мы доболтались до того, что наши кролики поедут к Марине в Самару. Не переключайтесь. Ну что, девчули загружены. Тут с ними целый мешок провианта, корм, две полторашки воды. На два с половиной дня должно хватить. Ну что, кролики, через пару часов вы отправитесь в путь. Ну все, кролики наши приехали. Ну, приехали на промежуточный пункт. Мы не повезем их. Их повезет компания Пэтс Тур. Все. Проводится погрузка. Там целая очередь из всяких собачек, черепашек. Все. Наши кролики заняли свое место. Счастливого им пути. Посмотрим, как они доедут. Ждем от Марины ответ. Ну что, друзья, вот и прошло два дня. И наши крольчишки уже доехали к Марине в Самару. Ну, тут по ходу моей был завни. Я вставлю ее ролик, который она мне прислала. Все. Доехали нормально. Хотя, Марина говорит, немножко было шоковое состояние у кроликов, но я их понимаю. Потому что в основном это служба доставки. Пэтс Тур возит домашних животных. И большинство из них это собаки. И как Марина сказала, там стоял сумасшедший лай. Бедные кролики, привыкшие к комфорту и тишине. Ну, взяли, все попрятались. Одни хвосты торчат. После обеда кролики спят. И у кроликов был шок, когда они ехали в такой шумной компании. Ну, в общем, доехали. Теперь они у Марины восстановятся и будут чувствовать себя как дома. Так что все будет хорошо у них. Так что, пускай подрастают. И будем наблюдать за их судьбой Марины на канале. Это наша доська. Детей отсадили в другой вольер. И она теперь отдыхает. И она полиняла. Так что, всем хороших зайчиков, домашних животных. Всем хорошего настроения. Заходите на канал Марины. Ссылочка будет в конце ролика. Оставайтесь и со мной на канале. Будем смотреть за приключениями нашего хозяйства. И всем всего-всего самого хорошего.